Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела замечательные. Я сейчас ездила по делам и сейчас так и присела и думаю, выходить мне на улицу или нет. Я хотела погулять, а потом смотрю, там такая метель просто ужасная, как бы весна, казалось бы, да? Мне элементарно даже до такси выйти, буквально вот два шага, там ужас. Мокрый снег идёт, ветер ужасный. И да, я сейчас передвигаюсь на такси, потому что моя машина в сервисе. У меня, кстати, спрашивали, а где твоя машина, почему её так давно не видно? Так вот, машина моя, да, в сервисе. Мне удалось заказать оригинальные запчасти, представляете, но их пришлось, конечно же, ждать. Машинку мою починят, всё будет отлично. И знаете, как легко вот от этого решения мне было, что я для себя подумала такая, да, я починил свою машину сама и всё, и буду на ней ездить, и будет всё прикольно. Чем вот я сейчас бы ввязалась в эти судебные тяжбы и вот почитала даже ваши истории. Очень многие мне написали, что смысла нет, это всё затянется чуть ли не на года. Прям вот приводили примеры, за что огромное спасибо, кто отписался, потому что вот на основе реального опыта, реальных людей можно понять вообще, как такие дела решаются. Ну вот. Ну, машину мне починят, и всё будет замечательно, именно с оригинальными запчастями, даже запчастями, запчастями. Те, кто вообще в этой сфере сейчас работает, наверное, знают, что очень тяжело вообще сейчас с комплектующими корейскими, потому что поставок нет, и они все затрали цены. Вот мне писали, копейки стоят, там 10 тысяч рублей бампер. Может быть, 10 лет назад такая цена была, или может быть ещё как минимум до пандемии, может быть, год назад такая цена была, но сейчас уже таких цен нет. Вот я не знаю, кто вообще так может подумать, что за 10 тысяч рублей, блин, сейчас не купить даже, я не знаю, что. Макияж сейчас, например, стоит 10 тысяч рублей, вот этот макияж плюс-минус почти 10 тысяч рублей обошёлся, 8,5 тысяч. Такая здесь обстановочка, здесь, кстати, есть вот этот популярный, знаменитый ресторан Турандот. Я думаю, что многие его знают, он такой весь, с золотом, ой, не знаю, задекорирован. Ну, в холле здесь тоже такая вот притемнённая, приглушённая атмосфера, и вот мне сейчас нужно туда идти, а я вообще не хочу выходить. Кстати, вот посмотрите, какая разница, вот я сейчас снимаю на фронтальную камеру айфона, а до этого я снимала себя не видя на заднюю камеру айфона, насколько задняя, она намного лучше и качественнее именно в таком приглушённом свете. Я вообще разочарована в 14-м про айфоне, я думала, что будет лучше, как минимум, фронтальная камера. Ну, каждый раз должны лучше делать что-то, да, но нет же. Видите, какой-то шум, всё вот камеру протирай, не протирай, но не получается просто элементарно, всё равно какая-то вот пелена есть. Это вот проблема айфона, да. У них тоже есть свои минусы, но плюсы – это то, что когда, если ты работаешь в интернете, лучше телефон не найти, потому что когда ты загружаешь куда-то, допустим, на любые соцсети, там, видеоконтент или фотоконтент, качество не сильно так урезается, нежели чем с любого другого андроида, допустим. Это уже доказано, это доказано абсолютно всеми. Я думаю, что вы даже, если у вас глаз намётан, вы сами тоже видели. Заходишь когда, и вот сразу понятно, как бы, что, на что было снято. Потому что вот эти все сервисы по типу YouTube, Instagram, там, и вообще всё-всё-всё абсолютно, они очень сильно сжирают качество, конечно. И говоря, кстати, о машине, я практически её, в принципе, наверное, не буду уже использовать, потому что, во-первых, у меня метро под боком во время пробок, конечно же, на метро удобнее передвигаться. И, во-вторых, я сейчас вот на такси все эти дни езжу, и хочу сказать, что мне даже это получается намного удобнее, нежели чем на машине. Потому что на машине-то нужно думать, куда её там припарковать. Не всегда получается найти место удобное, то есть всё равно нужно идти. Плюс в центре парковки за один час 380-450 рублей. На такси выходит ровно столько же, ну да, чуть-чуть подороже, но зато ты не паришься, где оставить машину. Так что машиной я буду, наверное, пользоваться крайне редко теперь. Что я не знаю, это хорошо или плохо. Я люблю ездить за рулём, но есть такой риск, что я могу просто потерять навык. Но я уповаю на то, что опыт не пропьёшь, и я всё-таки буду хорошо водить, даже спустя время. А вот и такая погода. Это ещё подпрекратился снег. Но зато смотрите, как намело. Намело, так намело. Так, всем доброе утро. Я здесь сейчас примеряю различные наряды, платья, которые я заказывала для отпуска. Сейчас вам покажу. Это всего лишь одно. А нарядов ко мне придёт, ну, где-то порядка 5-6. И вообще на этот отпуск я решила, что возьму немного себе нарядов, чтобы меньше работать, а больше отдыхать. Вот, собственно, это одно из них. Я сегодня, кстати, взвесилась. 54 800 вешу. И, знаете, до этого я вообще не могла никак справиться с тем, чтобы у меня вес начал уходить. То есть вроде бы тело там где-то подтянулось, где-то что-то. А сейчас вот прям вес уходит. И каждый день встаю на весы, там минус 200, минус 300 от веса. Такая, думаю, замечательно. Сегодня у меня очень много дел, на самом деле. Сейчас еду на встречу. После встречи мне нужно поехать туда. Пока что я ещё говорю домой. Туда, к себе домой. То, что ощущение, как будто бы там у меня дом. Ну, в принципе, так оно и есть. Забрать там кое-какие вещи нужно будет. Ну, и, собственно, решить с Каролининой школой тоже дела. Поэтому, собственно, да. Дело не в проворот. Я иногда думаю, блин, как я всё успеваю? А с другой стороны, я, в принципе, всё так планирую, всё это. А завтра мне ещё сюда доставка придёт, мебель новая. И вообще это было всё неожиданно. Я думала, что, ну, как-то это всё будет размерено. Там потихонечку, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, нет, завтра придёт мебель сюда. Завтра же мне нужно уже быть здесь, курьера встречать. Мне нужно забирать документы там. Мне нужно быть там. Как я это с этим всем справлюсь, я пока ещё не знаю. Но надеюсь, что как-то выкручусь из ситуации. На улице опять метель, поэтому я решила собрать волосы. Хотя сделала укладку. Видите, какая она у меня на Дайсон. Но я, наверное, соберу волосы. К концу недели уже это мне должны будут привезти новый туалетный столик. Новое зеркало ростовое с подсветкой. Это вот то, чего мне здесь не хватает. То, что сейчас я на подоконнике, представляете, и крашусь, и работаю. И у меня, кстати, спрашивали, что послужило причиной переехать настолько быстро и без вещей. Но на самом деле это не такое, знаете, вот прям быстрое решение, которое принимается там. Да, может быть, это всё очень спонтанно выглядит в блоге. Потому что мне всё-таки хотелось самой пережить некоторые моменты. Я, по-моему, об этом уже говорила в телеграм-канале. Там я вообще многое что рассказываю, какие-то свои мысли. И вот те, кто на мой телеграм-канал подписан, они в курсе всей картины. Мне иногда хочется прожить что-то самой. То есть, чтобы мне не говорили там, как правильно, как неправильно. Люди всегда что-то знают лучше. А вот я хотела именно сама принимать решение. Поэтому, собственно, в блоге показала уже, когда этот момент совершился. То есть, когда я уже решила переехать и уже вот так вот. Это не произошло, знаете, вот так вот быстро. Просто на эту квартиру я решила не перевозить какие-то там вещи свои. И решила не брать то, что вот здесь я видеть не хочу по энергетике. Часть вещей я вообще там выброшу. Мебель перевозить туда-сюда я вообще не вижу смысла. Я купила сюда всё новое. Скоро всё придёт. И технику всю новую заказала. Вот. И это не такое вот прям вау, какое быстрое решение. Всё к этому на самом деле шло. И вообще, по логике, если вещей взять, по логике моей жизни, это должно было произойти ещё, наверное, намного-намного раньше. На несколько лет, я бы даже так сказала. Но раньше были и обстоятельства другие. Раньше и мой статус был другой. Раньше у меня приоритеты были другие. То есть, если раньше я жила там для семьи, как-то вот для всего вот этого, то сейчас у меня появилась такая возможность, за что я очень благодарна и самой себе, что могу потратить это время на себя, на устройство своей жизни, на какие-то перемены. Потому что очень сложно вообще в принципе не только мне, но и каждому, мне кажется, из нас решиться на какие-то перемены в жизни. Одно дело там переехать с одного конца города на другое и совсем другое, например, там полностью перевернуть свою жизнь, да, с ног до головы. С ног на голову. Чё сказала? Поэтому это не было таким внезапным каким-то переездом, как вот некоторые почему-то решили подумать, что я со всеми, не знаю, разругалась или ещё что-то. Что-то меня прям вынудило, знаете, там. Нет, абсолютно не так. Я уже говорила, что этот переезд, он для меня особенный. То есть, он больше предвещает хорошего. Он проходит у меня с удовольствием, нежели чем все мои переезды в моей жизни. Они всегда сопровождались с огромнейшим стрессом, с отсутствием денег, достаточного количества для создания нового комфорта на новом месте. Потому что всегда на новом месте создать комфорт без денег бывает сложно. Поэтому решение было принято уже давно. Просто в блоге, именно здесь, вот на влоге, я решила показать это вот сейчас. Но, например, те, кто у меня в инстаграме подписан, те, например, уже давно знали про всё. Да? Друзья мои. Не бойтесь перемен. Не бойтесь ничего. Жизнь одна. Кайфуйте. Я сегодня в таком интересном кафе. Но стараюсь есть, всё равно поддерживать. Хожу, гуляю. Сегодня, кстати, очень тепло. В плане, что уже красовая температура. Несмотря на то, что погода была мокрая такая, но нотка весны всё равно ощущается. Либо просто у меня внутри такое ощущение. Па-бам! Я дома. Приехала, значит, забрать вещички. Особенно косметику, потому что без косметики достаточно сложно. И что-то я так посмотрела. Отсюда я уезжала. Я весила где-то 56 почти килограмм. Приехала 54,800. И прям надела ту же самую пижамку, в которую я здесь ходила. И видите, вот прям видна разница. Ну, не знаю, я вижу, например. А то у меня спрашивают. Ты говоришь, постоянно худеешь, худеешь. А где? Ну, я в Инстаграм, например, постоянно отчёты выкладываю в своё взвешивание. Что вот я весила там 58,5. Вот я теперь 56. Помните, у меня был челлендж. Мой вызов самой себе, что до Нового года 56 я буду весить. Потом я из Египта вернулась. У меня было 58,5 опять. Сейчас у меня там 55,5. 55, 54,800 и так далее. Мой туалетный столик выглядит следующим образом. Я вообще думала, что я сниму как-то, знаете, разбор своего туалетного стола, там то и сё. Но я подозреваю, что мне просто не хватит сил, ресурса. Я лучше потом сниму видео про свой туалетный столик, что я там с собой взяла. И всё. Сейчас хочу вот просто некоторые вещи отсюда, продукты уже выбросить. Здесь я уже собрала, кстати, тарелочку того, что нужно выбросить. Кстати, вот эта вот маска очень жалко. Представляете, я её уронила где-то года три или два назад за туалетный стол. Искала, искала, не могла найти. Куда-то там сзади в полочку засунулась. И всё, нашла только в этом году. Ну, естественно, маска уже просрочилась. Почти новая. Круто, да? Вот, хочу некоторые вещи взять с собой. Часть, наверное, оставлю здесь. Чтобы когда я сюда, допустим, приезжала, я могла здесь спокойно сделать себе макияж. Естественно, всё вот это вот забирать я не буду, только основную часть. И вообще я хочу прийти к тому, чтобы у меня было ровно три косметички. Одна косметичка здесь, одна для путешествий и одна у меня дома. Там уже. В центре. И всё. То есть, чтобы я не перевозила туда-сюда с собой косметику, там, какие-то вот вещи. То же самое я хочу сделать с аптечкой, например. То есть, чтобы у меня была аптечка. Раз, домашняя. Два, для путешествий. Это Вика мне, кстати, подала идею. Она говорит, если ты, говорит, постоянно едешь в путешествие, что... Зачем, говорит, ты постоянно каждый раз собираешь новую аптечку? Ты возьми, говорит, купи и собери аптечку на постоянку, на путешествие. И всё. Я такая думаю, блин, гениальная мысль. И почему я до этого не додумалась? Ронни бьётся ко мне в дверь. Также хочу забрать вот по типу штативов своих всяких. Солнцезащитные очки. Здесь у меня некоторые насадки от Дайсона ещё остались. Вот ещё чего-то. Вот так что, вот такие вот пироги. Я выложила маленький чемоданчик для косметики, но подозреваю, что этого будет мало. И помните, кто смотрел сериал «Моя прекрасная няня». Вот там она, когда переезжала, она такая идёт с чемоданом. И, значит, ей дворецкий Константин говорит, «Виктория, вам помочь?» Она огромный чемодан ему так передаёт и говорит, «Да, Константин, возьмите мою косметичку». И вот теперь это не просто какой-то кадр, это, блин, про меня. Пока делала здесь уборку, уже, кстати, второй час ночи, по-моему. Очень, скажем так, задержалась я, но, тем не менее, всё равно мне хотелось разобрать свои вещи. Как-то, вы знаете, переосмыслить некоторые вот события. И, в принципе, для меня всегда разбор туалетного столика – это своего рода релакс. Правда, спина потом ужасно болит. Но, тем не менее, у меня уже есть успехи. Сейчас я вам покажу. Видите, опустошила некоторые полочки. Вот эта, например, вообще почти пустая. И наткнулась, значит, сейчас начала свои аксессуары перебирать. Наткнулась на вот эту шкатулочку. По-моему, я уже даже как-то показывала её. Это единственная вещь, которая сохранилась ещё с моего детства. Вот сколько я себя помню, столько эта шкатулочка со мной. Она ещё раньше так вкусно пахла вот здесь вот. Сейчас уже. Ну, вот если прям сильно принюхаться, этот аромат есть. Правда, вот эта вот подкладка, которая здесь есть, Каролина её испортила, когда маленькая была. И всё. Из-за частых переездов у меня вообще не осталось ничего. Единственное, что вот есть ещё фотографии, благо тоже, чем мы с Викой просто ужас как дорожим. Да и вообще все. И храним их как зеницу ока. Ну и вот эта вот шкатулочка. Вика даже в этот раз увидела, говорит, не выбрасывай её, оставь. А я её храню, и всё. Она такая классная. Я даже не знаю, откуда она появилась. По-моему, это мама. То ли маме кто-то подарил, то ли что. Но вот такие вот раньше делали на зоне. В тюрьме. Зэки. И вы знаете такие прекрасные вещи. Вот уже сколько лет ей. И она классная такая, прям раритетная. Я когда в Узбекистан поехала, спустя там сколько получается, 11-12 лет, я думала, что вот пойду, поищу, наверное, тоже что-нибудь такое найду и привезу с собой. А там уже ничего подобного не найти. Всё то же самое. Вся та же китайская самая хрень, которую здесь у нас можно найти. Просто куча. Прикиньте. Зайка плачет. Она расстроилась из-за того, что с друзьями прощается. Хотя не думала, да, что будет так грустно. Я не думала, что мне вообще кто-то пойдёт пробужать. А потом весь класс, да? А потом полкласса просто взяли, вышли, начали прощаться. Я королю не говорю, может, тогда останешься. Она говорит, я хочу, говорит, новую школу, новые перемены, но и здесь грустно. Она просто, наверное, туда ёхнула. А вдруг я буду там хорошо со всеми дружить, но факт. Пойдёт ли меня кто-то провожать в следующий раз? Или всем будет плевать, когда я буду уходить? Будет ли там такая же связь, да, с друзьями? Ну что, друзья, всё. Всё, собственно, собрала все вещи, опустошила свой рабочий стол. Как вы видите, опустошила туалетный столик. Ну, практически полностью. Вот. Но всё равно я довольна тем, что получилось. Также у меня уже здесь, смотрите, нету почти вещей. Ну, платье я оставила, пижамка там, парочку вещей, чтобы, когда я проезжала, мне было что там надеть, чтобы не возить это всё с собой. Всё. Теперь уезжаю домой. Так, сейчас заказала доставку, значит. Ну, как-то сегодня очень много дел было. Я, кстати, да, приехала уже домой. И не захотела готовить. Я сейчас на кухне здесь протирала поверхности, кое-что там разложила, там пятое-десятое. И, значит, заказала доставку. Приём. Эту доставку там сразу было написано, что к вам едет человек с нарушениями слуха. Ну, я уже не первый раз. У меня, вы знаете, в день по пять, по десять доставок может приходить. Я уже знаю, что с какими-то там нарушениями люди, они работают. И, в общем, пришёл. Я ему дала чаевые 100 рублей. Но я считаю, что за одну доставку 100 рублей – это нормальные чаевые даже для Москвы. Вот. И, значит, я такая подумала, да, прикольно. Вот так можно, допустим, проявлять какую-то там свою, я не знаю, заботу о людях. А не так, что сидит здоровенная женщина, рожает подряд детей и просит купить ребёнку брендовые кроссовки. Никакие Абы там. А именно брендовые. Найки ещё. Которые сейчас уже в России не достать. Ну, нормально так они ушли. Или не ушли. Но когда я себе кроссовки покупала, Найки с полок уже исчезли. Вот. Так что, друзья. Если что-то и делать, То есть человек не ноет, он идёт, работает. Это вообще достойно уважения, мне кажется. Согласна сама? В общем, разлила всё, пока доставала. И здесь добавила, видите, перец. То, что вообще не острое. А без острого я жить не могу. Наконец-то я забрала некоторые вещи свои. Например, вот этот штатив, который Вика мне скорее привезла. Удобнее просто я не знаю. Поэтому без него я не могла. Такой я не видела, чтобы здесь вот прямо в свободном доступе где-то я могла купить. Что-то полазила на сайтах. Есть абсолютно разные, но мне нужен был именно вот этот. Ну и, собственно, часть своих вещей я привезла. Это был какой-то ужас, трэш. Очень много вещей, конечно, получилось. Хотя я думала, что я взяла самое необходимое. Видите, я пью чай. У меня появился чайник. Соответственно, чай я пью. Ещё вот такой вот чайничек маленький. Прикольный, да? А там, смотрите, привезли доставки. Значит, мне мебель новую, которую я заказывала. Технику новую. Это всё будет уже в следующем влоге, наверное. Просто отдельным влогом покажу вам. Сниму, что я там купила. Я решила обновить мебель и технику взяла на кухню, которая нужна именно мне. У меня ещё спрашивают, а почему ты переехала с одним чемоданом? А я просто считаю, что чем вот это вот всё возить, очень удобно. Просто всё купить новое и всё. Потому что это всё мне нужно было бы самой везти. А вы просто представляете, это невероятно тяжело для меня. Просто для девушки вот это вот всё. А курьер всё доставляет до двери. Я к тому же очень удобно заказала всё, получается, онлайн. Выбрала удобное мне время доставки и всё. И привезли. Это даже намного интереснее. В целом вот этот вот весь процесс, знаете, обустройство квартиры. Когда ты переезжаешь в новую квартиру и всё вот как бы под себя новое делаешь. И удобно. Так что, друзья, буду заканчивать на этом влог. Сейчас допью чай, пойду засниму вот это. И в следующем видео покажу вам уже, что там. Может быть, кому-то что-то будет полезно. Может быть, нет. Может быть, просто интересно будет посмотреть, что там. Потому что я, например, иногда на фон ставлю, кто там что-то у себя дома делает. И я, например, какие-то идеи беру. О, например, вот это было прикольно. А вот это, может быть, и нет. Ну, вот как-то вот так вот. Ставьте палец вверх. Смотрите предыдущие влоги. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok